Хотел беляшек с мясом взять, спрашиваю, какие они у нас? От Наташки. Красивые какие-то. Ну, настроение у меня поднимется. Ты посмотри, это что за гоблинт? Ты куда идешь, тетя? От Наташки. Или вчерашний, я говорю, не, вчерашний не надо. Дай-ка я тебе ебну. Очень весело. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Я всех вас рад приветствовать. Сегодня у нас небольшой ретро-вечер. Небольшой. Самое главное, что он небольшой. С кем планируешь Новый год встречать? Да, с кем. Один, наверное, буду встречать. Я думаю. С подписчиками. Спасибо, Алексей. У нас случай был на заводе. Вот один чувак, электрик, уже пожилой. Чуть взялся вот за эту шину. Ну, случайно коснулся ее, получается. Ну и корпусом держался. То есть надо, чтобы тебя ебнуло. Не просто вот так руку на нее положить, а чтобы прошло напряжение через тебя. То есть либо взяться за две шинки, либо держаться до что-то железное, например, и за эту шинку взяться, чтобы через нее напряжение как бы прошло. Потому что если ты будешь на резиновом коврике в резиновых сапогах и дотронешься только до одной шинки, то ничего не будет, получается, ток не пройдет. А как только ты что-то держишься, либо ты стоишь где-нибудь не на резиновом коврике, а таком полу каком-нибудь, земле, то все, считай, пизда тебе. Видите, какая разница? Вот с HDR-ом, вот это без. А если будешь девочку в капроновых чулках за руку держать и коснешься этой шинки? Ну, тогда пизда. И тебе, и девочке будет. А одного так ебануло, все. И он сразу же не упал. Потом такой, да, нормально, нормально все. И чуть проходит несколько метров и умирает тут же. Было такое. Было дело, когда за две шины взял. Сгорел сразу же. Там ток, пиздец. Это получается, например, вот ток идет, вот здесь, между двух шин, 400 вольт. Ток огромный, потому что со всего поселка идет питание. То есть вот эти нижние автоматы со всего поселка напряжение идет. Что пизда. Стоит взяться за одну шиночку, тебя уже не отпустит. Ты даже не сможешь руку разжать, как бы. Переменный ток. Вот сразу смерть. Капитальная. Опасная вещь. Объединенный случай был у нас. Вот бомж хотел спиздить, короче, с подстанции. Провода взялся, начал рубить кабель. И его там убило нахрен. И он, когда его током било, он срал. И всю вот эту вот кибитку обосрал, короче, перед смертью. Вот так вот. Серьезная вещь. Человек обосрался прям во время, когда его током било. Это страшное дело. Бывало, у нас случай был. В магазин коммерческий, крыса залезла вот на эти шины. Две шины вот эти вот. И между ними крыса пролезла здоровая, блядь, как кошка размером крыса. Вот таких крыс видели? Замечательный парик. Она, блядь, не как котенок. Побольше, чем Пепа. Если Пепа, вот вдвое больше крыса. Вот такая, блядь, тварь. Вот они в центре Питера, их дохрена, этих крыс. Залезла вот сюда, между двух шин. Ее как въебало. Тут, блядь, разнесло пол шкафа вот этого. Вот здесь все сгорело. Шины нахрен вот так оплавились, блин. Там дуга. Дуговой пробой между двух шин произошел. Пока автоматика отключила напряжение, половина щита нахрен успела сгореть. Дуговой пробой. Крысу раскидала просто кишки, нахуй, раскидала по всему щитку. Поэтому сильная вещь. Вот такие вот шины огромные. От этих шин... Ну или половинку серии сериала. Нам вон ствол нужен, например. Криминальный ствол. Да, блядь, надо идти ее, дайте мне проехать-то. Конфисковал у вас автомобиль, сэр. О-о-о-о, полегче, полегче, полегче. Блядь, как разогнались. Куда же вы, сэр, так разогнались. Так, что нам надо разбомбить эту тачку? Нелегко нельзя. Вот это было ни хреново. Вот это было неплохо. Экстрейвс, шоу. Хренасил. Что тут надо делать? Как его сбили нахрен, этого мужичка? А что он должен делать-то вообще? То вперед не ходит. Он на ролик вообще-то не... Че мы не едем? Ну вот, поехали. Кнопку зажимаем. Да шо его все сбивают, этого блядуржонка? Правильно, он... В обочине надо ехать, в машине херача. Давай вот здесь вот. Слушай... Слушай... О... Да что там длинный есть, ни хрена. Ой, как прыгнул! Мальчик упал! Бляха ты, моха! Ой, как прыгнул! Ты посмотри, что... Прыгун, блин... Чего-то он прыгает-то хреново, я смотрю. Не умеючи. А, это Санек походу едет, он тоже любит, блин, всем автомобилистам мешать, блин, и ехать по дороге вместе с машинами. Хрена себе, как это сделать? Там, блин, он даже прыгнуть-то нормально не может. За машину зацепиться, по-моему, это вообще довольно проблематично. Может, конечно, попробовать зацепиться. Хрена, блин, зацепиться за машину. Это будет опасно. Давай попробуем. Тут одни какие-то гопники и гопари, блин. Короче говоря, чушпаны тут на фоточках явные. Неровные пацанчики. Ровные пацанчики так не одеваются. Ну вот как ты зацепишься за них? Догнать машину или не догонишь? Только машины собьют на хрен тебя. Судья какие-то баллы выставляют. Ну вот как ты зацепишься за нее? Они, во-первых, быстрее. Только вот так вот, под сраку машиной получить. Как ее должен забайтить, чтобы за него зацепиться? Вот там дальше какая-то машина. Сука, я не знаю, каким образом-то машина слишком быстро едет. И что, нужно какую-то кнопку нажать, чтобы он зацепился? Маратик, упал что ли? Ты чё, блин? Вставай, брат! Эй, сука! Что там у него, блин? Падай вечно. Оп! Давай, давай! Двигай тело, подыхай! Оп! Давай, давай! Оп! Давай, давай! Это графон. А, это уже игра запустились? Что это? Это игра из видеозаставок, что ли? Я не пойму. Я думаю, это вообще какая-то... Каёп твою мать! Это же полная золота. Это, походу, вся игра состоит из вот этих видеозаставок. Как, знаете, как игры на DVD были, только это не на DVD. Да, ну, честно говоря, полная золота. Ха-ха-ха! Вообще! Неинтересно такое, блин, было всем играть, я не пойму. Нет, это я ожидал, блин, нормальный. Вот так вот купишь на Sega CD игру, и там вот такое говнище будет. Как картой, которой микрофон подключать, я не пользуюсь. Дешевенький. Дешевенький. Саня, какой рекорд по выпиванию пива? 8 банок, наверное. Может и больше, наверное. Как повезёт. Маратик упал, что ли? Ты чё, блин? Вставай, брат! Эй, сука! Ничего. Осторожно! Да, бля, в них, курин, попадёшь. Да какой эмуль кривой, нормально всё с эмуляторем. Чё думаете, в старых играх было удобно попадать куда-то? Хрен там лавал. В старых играх вообще хрен, когда куда попадёшь. Вот, смотрите, ебанашка слева на экране чё-то пиздит нам. Да блядь, бомбу не могу сбить, ну охуенно, чё бы так не играть-то. Где ты там, сука? Где ты там, сука? Я аллин. Да я что, супер на экране чё. Я сбить. Kennем. И вот, он. Тие. Эм. 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 Ээм. ну где там да блядь бомба ебаная хорош полегче можно полегче человек тогда хрена да ты чуца хрень то откуда шакалят откуда шакалят блядь ебашут со всех сторон сволочи ёбаные пидоры вы все пидоры там вы что там делаете нахрен ах вы ж черти проклятые да хватит я твою мать вы что он и рот ну нахрен мне эта ферня не нравится да ну ё пернешь нахер театр я как-то это видео да ну это текстик crusader вот именно что ебать имели в этом вся и проблема так он еще если тексе кто стало быть должен питаться отходами а он умирает да нахер да ну я не знаю выбирай сам я и пусть учу за игры у меня никогда в жизни сеги не было я не знаю киеве си а если у нее не было в жизни никогда сидеть и нику не было но мне нравится больше ничего не нравится в этом-то все и проблемы может вортов тэнкс так вот на джойстик тебе с туба кнопками это контра супер си которую мы начинали играть только здесь жизни много это же самая контра топ жизни много у меня все равно класс так потому что у меня я ждал с турбокнопками джойстик так вот видите я уже умер то есть я вот для меня 30 жизни от ничто я могу их как принципе на первых двух уровнях снимки поэтому не думайте что это какая-то там супер там какой-то читерская там кондра для меня не читерская для меня 30 жизни это абсолютная норма если если меньше как бы то надо уже будет привыкать можешь конечно не играть без без хакнутой контур ну тогда надо будет ее заучивать достаточно сильно чтобы пройти в принципе со спредганом конечно можно не умирать а турбокнопка она в принципе в контре особо то и не нужно турбо они сверху же вот видите уже две жизни слин как бы то есть такой день так но этот то уровень принципе пройти не сложно о спредган вот это хорошее оружие как дела что нового да все отлично ну я сейчас начат засмотрелся видите тут как бы такой вариант что мы так играем в нее что и мне кажется и 30 жизни не помогут ее пройти но уже штук пять слили на первом уровне уже штук пять слили это еще не конец ну я я штук пять шесть слину причем не особо как бы стараясь их сливать я как бы старался чтобы они не тратились при всей своей как здоровье более-менее более-менее нормально ну ты два раза я штук пять шесть раз умер вот здесь короче на этом уровне желательно спредган взять и тогда будет прям вообще хорошо в принципе тогда можно будет вообще ни разу не умереть но я вот уже умер ну опять же случайно не специально умер конечно добрый вечер добрый евгений добрый посмотрели сегодня саньком фильм джокер который все так валят и он нам совершенно не понравился я совершенно увидел не то чего ожидал и того чего писали люди самое то что любопытно можем происходит тут аж два танка да хотелось бы спредган но с него было бы с него было бы получше конечно ох ты ж боже дыма сегодня стрим не небольшой сегодня чуть-чуть постели на лазер говно и сейчас плохой тем более его взять негде он в зону попал в такую где не такой ну скорее всего пройдешь скорее всего пройдешь задрочишь ее за все это время вот десять лет не сидит в тюрьме про новый взлом на ps2 ну в принципе я думал его сделать если купить это девяти тысячную приставку просто взлом абсолютно бестолковые в плане того что он актуален только для девяти тысячные модели консоли потому что для всех остальных он не нужен абсолютно нет нету в нем никакого практического смысла в этом году я наверно про механическое телевидение чуть получше подготовлюсь к следующему стриму вот но сейчас лекцию прочитаю небольшую лекцию небе они не переживайте алижа каплю в рот или сантиметров п пачку что это еще за херня такая блять п пачку нахрен не варшу п пачку блин с ума сошли что ли п пачку блин собрали сантиметр п пачку блин охренеть блять не встать ох кураж пошел блин кураж на кураже мы сегодня и и и